Добрый день дорогие подписчики моего канала, с вами я D104 и это вторая серия карьеры за футбольный клуб West Ham. У тебя нету монет на годный состав, ты не можешь собирать даже на пак за 7500. Лучше вертается монет на iOS и Android Даниил Камаха. Низкие цены, быстрая доставка, ссылка в описании к видео. После первой серии вы написали очень много комментариев, кого бы вы хотели увидеть в моем клубе. Я выписал себе на бумажку большинство из них, но большинство из них я не буду покупать. Например, всех больше людей просили меня купить варги, но ему 28 лет и я не хочу его покупать из-за возраста, так как вряд ли он будет дальше прогрессировать. Очень много еще игроков мне предлагали, всех выписал, и давайте посмотрим, кому я предложил контракты. Начнем мы с того, что я продал Оу Брайна за маленькие деньги, но мне кажется, он мне не будет нужен. Ну а это кому я отправлял предложение. Значит, Махрес, Марес, Смолинг, Окоре, Надхамир, ну ему сделал предложение в аренду на сезон, не знаю как получится. А этих игроков уже сам я выбирал. Это Суле, Форсберг, Керни, Черни, Мамаев. Мамаев уже точно не перейдет к нам. Там они требуют очень большие деньги за него, я не хочу их пока что отдавать. А вот этих трех игроков я взял на вырост. После последнего видеоролика я решил отправить многих игроков из своего клуба на трассный рынок. Посмотрим, кого я смогу продать. Ну а сегодня у нас выйдет вот такой состав. Третий матч в группе Европе Интернешнл Кап начинается, и он сегодня против Аусбурга. Я надеюсь, что этот матч мы сможем победить. Играем в дождь, это плохо может сказаться на наших футболистов. Я надеюсь, что они профессионалы и смогут выйти из этой ситуации легко. Перехват в центре поля, и кажется, эта контратака будет очень опасной. Итак, развиваемся, играем в тики-таку. Нормально здесь и Ланзини. Очень перспективный молодой игрок. Идет дальше, отдает передачу, и можно уже здесь и бить. Нужно опять ему отдать передачу, и он бьет, и это гол! Неожиданно, неожиданно, я даже не ожидал. То, что Ланзини сможет забить гол, как я понимаю, там был рикошет. Но наш 22-летний игрок забивает гол на 12-й минуте встречи. Гол получился вполне красивый. Смотрите, как разыграли здесь и в тики-таку. И вот этот удар, ну да, там рикошет, но мяч после этого удара полетел в девятку. Этого игрока надо взять на примету. Итак, развивается наша атака Оксфорд. Оксфорд, и можно смотреть, какую хорошую передачу делаем. Здесь Антония, один из любимых моих игроков в этой команде. Тоже хорошо сыграли, и здесь угловой. Обьянк. А что он сможет сделать? Он смог ударить нас здесь из сейф-ратаря. Итак, наша атака Антония уже на противоположном фланге открылся. И атака вроде бы захлебнулась. Но вот второе дыхание, удар и перекладина. Хороший момент, и добивание можно, но мы зарабатываем лишь угловой. Закончился первый тайм, мы ведем с отсчетом 1-0. Преимущества у нас вполне огромные, тут даже статистику не надо смотреть. Единственный гол забил Ланзини, и пока что я не буду делать замен. Туску сегодня играет наш центр-форвард Аминики. Надеюсь, то, что он еще проявит себя сегодня. Так, японский друг, что он делает? Какой он сделал красивую передачу? И надо было забивать такой момент, но нас просто простили. Опять у нас фланг правый страдает, и отсюда приходит еще одна атака на наши ворота, и чуть-чуть не забили нам гол. Вот так вот мы пропускаем гол на 66-й минуте. Что-то у нас правый фланг страдает очень сильно, и через него идут все атаки, и вот мы пропустили. Еще один опасный момент у наших ворот, и все рассчитывал я на нашего вратаря, но здесь, в принципе, он все хорошо сделал, и что? И что? Я думал, он судью уже меняет. Ланзини, который сегодня забивал уже гол, и давайте, смотрите, что он делает, задает передачу на там офсайт. Там офсайт и гол не засчитан. 90 минут встречи, навес на наши ворота, и он чуть-чуть не заканчивается с забитым голом. Так мы могли даже проиграть матч. Матч закончился со счетом 1-1, во втором тайме Аусбург заметно прибавил, что не дало нам победить в этом матче. А в 1-2 Европе на Интернешнл Кап мы будем играть против Герты. Так, мы продали Брейна. Я за Салу предлагал 3 миллиона, клуб не согласился, но игрок перспективный, так что предложу еще 5. За успехи в состязании мы предоставляем вам дополнительные средства, и мы получаем 1 миллион 300 к бюджету. Вполне хорошие средства. Так, они за ОКОРы просят 14,5 миллионов, мне кажется, этот игрок того стоит. Давайте попробуем побороться, предложим 13. Ну а предложение аренды Амира Натха принято, и это меня радует. У нас будет аренда на сезон, после этого я, конечно, еще не брал выкуп, но постараюсь его выкупить, если он мне понравится. Состав вы видите на экране, в котором мы будем играть в полуфинале. Здесь есть очень много молодых игроков, за которыми я хотел бы понаблюдать, так что начинаем матч. А это уже полуфинал, и вы смотрите, это, как я понимаю, приобретение Герты. 6 миллионов 500 тысяч игрок, я не знаю, кто такой, но, походу, он того стоит. Опасный момент, левый фланг сейчас у нас страдает, но здесь наш вратарь уже с 59 рейтингом тащит спокойный мяч. Итак, Байрам, это, это Байрам, и смотрите, он на скорости уходит, скорость вполне хорошая. И здесь его, конечно, уже съедают, но он делает навес, и какой хороший ювелирный навес, но удар у нас не получился. Хорошо, вот здесь попробуем, сейчас уходим, и ударить можно здесь, и удар получился мощный, но прямо в вратаря. Очередной момент у Герты, но здесь мы в защите от работы слаженно. Пайет, хорошая передача, и удар не получается, а такой бы был, такой бы был красивый гол. О, и опасный момент, и нам забивают гол на дополнительный 47-й, получается, в минуте. В принципе, кстати, гол красивый получился с навеса, очередной раз нам забивают гол, но смысл в том, что полуфинал как бы проигрывать вообще не хочется. Я поменял схему, надеюсь, это нам поможет во втором тайме приукрасить нашу игру. Смотрите, и сразу же, и сразу же пошла хорошая атака, но здесь затупили, чуть-чуть здесь еще, чуть-чуть затупили, и вот здесь прошли. Здесь все под себя взяли мяч, проходим, и можем бить, и удар не получился вообще никак. Пайет, Пайет, смотрите, и здесь у него отобрали мяч, он уже из последних сил играет, и его бы заменить, но не на кого. Нежели проигран будет полуфинальный матч, 2-0 мы уже летим, и это, скорее всего, нокдаун. Не ожидал я такого. И вот шанс есть, шанс можно в ближний, ну, блин, ну, бить надо, он нормально. И вот здесь еще один шанс, и как не забивают, я просто не хочу бомбить, как мы не забиваем такие моменты. Угловой 65-я минута, Мозерс, может быть, он что-нибудь сможет сотворить. А он, смотрите, что сделал здесь, и наш даже игрок, скорее всего, помешал, чтобы забить гол, и тут офсайд, блин, такие шансы. И вот сюда можно еще, и вот здесь бить нужно, и мы забиваем 2-1, и мы возвращаемся в игру, шанс есть. Блин, ребят, если я забью еще один, то это будет чудо-комбэк, поезд, кстати, забивает. И еще есть шанс, еще вот сюда воскатить мяч, и вот здесь можно, можно забивать, ну, как ты не забил-то, вратарь спасает. Калин, все просто на нем сейчас будет, он делает навес вполне хороший, и к перекладину, ну, почему так не везет. Они катают мяч на своей половине поля, команду-то я их понимаю, но обидно так играть. Штрафной, и если судья не свистнет, то, конечно, шанс будет, но судья свистит, и мы проигрываем полуфинал. Не знаю, будет ли здесь матч за третье место, но я считаю то, что это не заслужено. Вы сами на статистику просто посмотрите матч, и вы сами поймете, почему это не заслужено. Ну и да, мы не будем играть в финале, и вылетаем в полуфинале. Как не обидно это звучит, но это будет лишний опыт для нашей команды. Предложение трансфера Кой Юте предлагает Ньюкасл, за него 3, почти 4 миллиона. В моих планах нету этого игрока, так что я его продаю. Зато мы покупаем, скорее всего, Махреза, нас просят за него 13 миллионов, мы отдадим, давайте 11 сначала, а потом увидим. Криса Смоллига нам тоже не продают, но, в принципе, 25 лет, тогда не будем даже пытаться. Зато предложение Аякса принято, это по игроку Черни, 17 лет, все меня устраивает это. Призовой фонд турнира нам дали еще 3 миллиона в бюджет, и это не может быть нехорошо. Жаль, что у нас не получилось выйти в финал Европы на Интернашнл Кап, но самое главное то, что команда находится в форме, готова к началу этого сезона. Мы верим в ваши силы и считаем, что вы способны оправдать наши ожидания на этот сезон. С уважением, совет директоров клуба Уэст Хэм Юнайтед. Надеюсь, я их не подведу. Ну, а у нас принято трансферное предложение по Оккоры, Оккоры и, скорее всего, Оккоры. 22 года и хороший защитник, блин, ребят, вот это, наверное, будет ценная покупка для нас. 26-летний Томкинсен защитник уходит в Норвич, так как он тоже нам не нужен. Ну, а Суле нам никак не хотят продавать, я, давайте, предложу еще 8 миллионов за него, а дальше я, наверное, не буду уже за него бороться. Ну, а Черни становится очередной, наверное, покупкой нашей, так как первая, наверное, была Мирнатха. Хотя это, наверное, официальная наша на 4 года первая покупка. За Фортберга у меня хотят 8,5 миллионов, я не знаю, кто такой, так что даже не буду бороться. Так, тут, ребят, режим тренировок какой-то, я не знаю, как я в нем работаю, так что, надеюсь, вы мне напишите в комментарии насчет него. Замореза так просят у меня 13 миллионов, я думаю, он того стоит. Ну, а Оккоры переходит к нам. Ну, а на этом я закончу наш видеоролик, мы подписали много хороших игроков и продали, в принципе, игроков, которые нам не нужны. В следующих сериях вы увидите, подписали ли мы Мореза, переходит он в наш клуб или нет, и остальные покупки, которые будут в будущем. Можете до сих пор оставлять комментарии насчет интересных покупок, я все могу прочекать, и, скорее всего, может быть, именно ваш комментарий будет главным и определяющим в нашем клубе. Ну, а на сегодня все, с вами был я, Дэшда4Ик, всем пока!